Родился я в Москве, в семье музыкантов, и поэтому являюсь потомственным музыкантом. Передо мной никогда не ставало вопроса, чем заниматься и по какому пути идти, потому что путь музыки для меня был как бы вот так предначертом самого начала. Сколько я себя помню, я что-то так бренчал и играл, а потом сочинял на рояле, и где-то уже в пять лет папа записывал первые мои вещи. Первыми моими любимыми композиторами был Гайден и Бах, а немножко позже, к десяти годам, у меня появился кумир Прокофьев, которого я абсолютно благотворил и пластинки которого затирал буквально до дыр. Вот, но в тринадцати лет произошло вот такое для меня кардинальное событие. Я в первый раз услышал запись весны священной Стравинского, и, что называется, сошелся ума. То есть это был такой поворотный пункт, когда жизнь моя полностью изменилась. И Стравинский стал для меня царем и богом на протяжении многих и многих лет ученичества и в училище, и в консерватории. И случилось так, что в шестьдесят втором году, когда Стравинский приезжал в Советский Союз, мне устроили с ним аудиенции, где у нас произошел некоторый разговор, и именно во время этого разговора, как я считаю, произошло некая такая шаманская передача силы. Ну, кто-то может с этим не согласиться, но субъективно я это ощущаю, и как бы вот эту силу Стравинского считаю, что несу к себе. Вот. Тут произошло, надо отметить, еще одно событие. Во время уже обучения в консерватории у меня возникло какое-то буквально такое эротическое чувство к квартетному звучанию. Это было связано с поздними квартетами, прежде всего Шуборта и Бетховена, конечно же. Вот, буквально со мной происходило что-то даже вот это уже не музыкальные какие-то переживания, а, наверное, какие-то даже, можно сказать, физиологические, потому что вот этот звук квартета, вот эта камерность и интимность, камерность, я даже не знаю, как это назвать, и вместе с тем вот эта космичность в этом, которая присуща особенно вот этим последним квартетам Бетховена, буквально как бы сводила меня с ума. Вот, но с этим квартетным звучанием много лет спустя произошла еще одна такая металмофоза, потому что где-то в конце 70-х годов, я сейчас не помню уже точно, где-то в 78-м, не то в 77-м, не то в 79-м году, я впервые услышал запись кронос-квартета. И вот здесь у меня произошел еще один поворот, потому что вот это звучание, которое я считал самым высшим, как сказать, полным эротизму, полным космизму, такого эротического космизма и интимности, звучание квартета, которое свойственно поздним квартетам Шуберта и Бетховена, вдруг преобразилось в какое-то новое, и получило новое звучание, новое, вообще, как сказать, новую ипостась. И, конечно же, это было связано с, наверное, вот Америкой, с таким понятием, как ПАКС Американо, потому что, конечно, тут вот, ну, если вот как говорить, как культуровок, именно в 50-е, 60-е, 70-е годы Америка вышла на первую позицию, как именно культурно-известиционный центр, и одним из них, конечно, является, это Кроносквартет, безусловно. И здесь поразительно, что вот эта западноевропейская интимная космическая эротика была приобрежена в что-то совершенно иное, благодаря, конечно, некоторым усилениям, некоторым еще приемам зооткоизвлечениям, которые привнесли, значит, Кроносквартет. И, в принципе, вот, я тогда считаю, что Кроносквартет открыл новый квартетный космос, вот, который вполне сопоставим, акустику вот эту квартетную, да, которая вполне сопоставима вот с квартетной акустикой западноевропейской 19-го века. Она из нее выходит, но это уже совершенно иная акустика, и на иной мир, иной мироощущения. Вот. И, ну, я, значит, никогда не мог даже и мечтать о том, что мне когда-то придется сотрудничать с Кроносквартетом, но, вот видите, пока мне так оказалось милостивый, и вот это сотрудничество все-таки произошло, там, в 90-е годы, и, значит, мы вместе, совместно с ними делали несколько проектов, несколько вещей. И что здесь тоже хотелось бы отметить, что здесь очень интересно, что вот во время, как сказать, подготовки вот этих вещей мы беседовали с Дэвидом Харрингтоном, и очень, так сказать, тесно с ним сошлись в каких-то вещах. И тут очень интересно, что я, будучи русским, он, будучи американцем, мы сходились примерно на одних и тех же конкретных западноевропейских вещах, то есть мы от них же, мы от них отталкивались именно от третьей или девятой симфонии Малера, или же, опять-таки, поздних квартетов Шуберта, от ре-минорного квартета, от соль-минорного квартета, соль-мажорного квартета Шуберта, мы буквально об этом говорили. И, значит, собственно говоря, даже говорили конкретно о том, что Дэвид говорил о том, что он хотел бы услышать просто Малера или что-то вроде Малера. А когда речь зашла о заказе квинтета с губернатчалями, тут тоже совершенно явный был отсыл и, значит, явный первоисточник – это адажа сцедурного квартета квинтета, извините, Шуберта. Вот, так что, вот, будучи россиянином и американцем, мы как бы вот пытались по-своему интерпретировать вот те великие какие-то космические, эротические, квартетные достижения Европы, но и вот в результате этого вышли такие вещи, как Дэр-Абшит или неоконченный квинтет. Что касается последней нашей работы «Антанта Мороза», то здесь я столкнулся с какой-то такой, с одной стороны, странной, забавной, но, тем не менее, серьезной трудностью, потому что я не привык работать в таких рандометражных рамках. Вот, все, что я делаю уже последние десятилетия, рассчитано на очень большое протяжение временное. Все идет, но не меньше получаса, хорошо, когда это час или больше часа. А здесь передо мной были поставлены рамки, значит, сочинение должно длиться не более пяти минут. Для меня это было совершенно непривычно, я долго не знал вообще, что мне делать. И, значит, потом решил пойти по линии такой максимальной концентрации композиторской, где концентрированные такие, как бы, рафинированные позднеромантические и ранне-модернические гармонии раннего Швенберга и позднего Дебюси, как бы, вот они перетекали друг к другу, и где бы, вот, на каком-то довольно небольшом протяжении, там, 10-20 секунд, и на каком-то небольшом, вот, квадратном сантиметре бумаги, партитурной, происходило как можно больше изменений. Это непривычная задача, но она меня заинтересовала, и я ее, значит, постарался выполнить. Но при всем при том, что вот эти требования были, само собой, что как можно больше информации запихнуть в наименьшее количество времени, тут еще, конечно, вот стояла передо мной задача создания некого такого пастиша, который включает в себя, ну, как бы, все прекрасные любовные арии, песни, и, вместе с тем, переложенные на квартетное звучание, потому что здесь я тоже постарался максимально использовать вот именно квартетный эротизм, как я его себе представляю, но уже вот в такой сконцентрированной композиторской форме. Вот что из этого получилось, то дети слушатели.